В авиакомпании Уральские авиалинии отказались возвращать деньги за билет пассажиру, сославшись на закон, который еще не принят и неизвестно будет ли. По словам сотрудницы компании, документ существует и в виде проекта, и в данный момент прорабатывается в Госдуме, но отказались сейчас. Напомню, из-за коронавируса практически все авиарейсы были отменены, люди никуда не полетели, а кто-то билеты заранее покупает, особенно на длинные праздничные выходные, новогодние, майские. Вот купил человек, вирус вынес свои коррективы, пришел в офис перевозчика, сказал как порядочный, мол, раз мы не летим, верните деньги. А ему денег нет, но вы держитесь, возвраты мы делаем на какой-то сертификат и, повторюсь, прикрылись неким несуществующим законом. Теперь, что это за закон, вернее, законопроект, подозреваю вот какой. Некоторое время назад представители аэрофлота носились с идеей узаконить долговые ваучеры, ну, чтобы не деньги пассажирам возвращать, а долговой распиской откупиться, мол, в следующий раз соберетесь куда-то, приходите, этой бумажкой рассчитаетесь. Остальные перевозчики, видимо, замерли в ожидании, продавят, не продавят, блеск. Нет, я понимаю, что у авиакомпании, как и у всего остального бизнеса, сейчас проблемы. Месяц вынужденного простоя, работа парализована, государство кинуло, хотя обещало помочь, но в данном-то случае вы ведь деньги реально взяли вперед. А затрат по тому перелету у вас не случилось? Это первый момент. А второй. Зачем мне сертификат уральских авиалиний, например? Давайте объективно. Такие небольшие компании, они не по всем направлениям летают. В крупные города только, да и то не во все, про заграничные маршруты вообще молчу. Там выбор совсем скудный, кроме популярных недорогих курортов. Этот перевозчик мне ничего предложить не сможет. Там Турция, Болгария, все. А мне, например, в Таллинн нужно в обозримом будущем. И чё, я на этом сертификате верхом полечу? Нет. За деньги другой авиакомпании и долговую расписку уральских у меня там вряд ли примут как платежное средство. Короче, ограбили нас, получается. И тут тоже. Начинаем. Вообще, конечно, этот кризис обнажил всю гниль нашего государства. Имеется в виду в правовом плане. Мы и так-то правовым государством были весьма условно. Ну чё, у нас законы работают через два раза на третий. И далеко не для всех. Сегодня все поголовно, прикрываясь непростой ситуацией, занимаются, простите, кидаловым. Хуже, чем в 90-е. Тогда хоть какие-то законы работали. Если закон не работал, можно было у жуликов справедливости найти. По понятиям, как тогда говорили, а сейчас. Вот конкретный пример. Чё этим не полетевшим пассажирам делать? В суд идти? А что скажет суд? Мы же все в курсе, что нередко там работают по звонку. Тем более, когда такой гигант, как Аэрофлот, схему с долговыми ваучерами мутит через Госдуму. А посему шансов у этих людей вернуть свои кровные ноль. Кстати, о Госдуме и о законах, которые она принимает. Об одной афере хочу вам рассказать. Причём такая афера-афера эта, которую провернули на уровне государства. Блин, жильё в 90-е даже мечтать о подобном не могло. Но обо всём по порядку. Это реальная журналистика в стране дураков. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А наткнулся я на эту историю совершенно случайно. Просто включил телевизор, государственный канал, Russia Today государственный. Подчёркиваю, я увидел там вот это кино. Да не будет он вводить режим ЧС, а мы его должны требовать, потому что я уже говорил. Режим ЧС по закону предполагает, что вы должны сидеть дома, потому что ЧС и карантин. А они компенсируют вам ваши убытки, а Путин не хочет платить. Значит, давайте это всё довольно-таки просто проверить. Давайте посмотрим закон. Сначала ЧС, и потом, Виталий, я к тебе обращусь как к юристу, чтобы ты подтвердил правильно, я говорю. Вот я нашёл буквально за три секунды. Статья 24. Финансовое обеспечение предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Что там написано? Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайной ситуации за счёт собственных средств в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Да-да, вот эта вот статья меня насторожила о том, что в случае ЧС мы разгребаем проблемы за счёт собственных средств. А я ведь необычный зритель, который проглотил и всё, и я, когда у меня возникают какие-то вопросы, тут же достаю телефон и начинаю искать ответы в Гугле, ну, или в Яндексе. И вы знаете, оказалось, что действительно такая статья есть, вот она, 24-я, и там действительно есть пункт 2. Организации всех форм собственности, бла-бла-бла, за счёт собственных средств. Вот только есть во всей этой истории одна незадача, друзья. Пропагандисты, собственно, именно поэтому не скриншот вам показали, как я, а графику сделали, даже им стыдно так врать. Дело всё в том, что закон, на который ссылается вот этот товарищ, ведущий, вот его название о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. То есть это закон о пожарах, наводнениях и катастрофах. Как его можно было притянуть к коронавирусу, вообще непонятно. Ещё раз, режим, чтобы все наши зрители это поняли. То есть никто платить, ведь никакие деньги не будут, никакое золото с неба не полетит никому. Я тоже вначале подумал, ну совсем уже обалдели пропагандисты, брешут в наглую. А нет, зря я на них грешил, потому что когда решил полностью почитать этот закон, то выяснилось, что совсем недавно, а именно 1 апреля 2020 года, ну вот так совпало, в закон этот внесли одну поправочку, одну единственную. Они туда вписали распространение заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Классно ребята работают, вот классно. Как только народ начал бузить, почему ЧС не вводите, депутаты вот прям процитирую знаком, стремительно приняли в трёх чтениях поправки к закону о чрезвычайных ситуациях, регулирующему ещё раз наводнения, пожары и катастрофы. Ну, в принципе, депутат Рашки недавно у меня в эфире рассказывал, как сейчас под прикрытием этого коронавируса Дума работает. Даже выступать сейчас в Государственной Думе со своей позиции невозможно. Ведь, понимаете, этот коронавирус уже съел и Государственную Думу с точки зрения регламента. Вот представьте себе, законы сейчас принимаются с колёс в Государственной Думе сразу в трёх чтениях за 4 минуты. Закон для всей страны за 4 минуты. Скажите, кто-то из вас за 4 минуты хотя бы прочитать сей закон в состоянии? Я думаю, если такой человек найдётся, ему дадут Нобелевскую премию. А вот спортсменка Хоркина может, пенсионерка Терешкова тоже может, и не просто прочитать они его могут, но и переварить прочитанное. Понять, что да, за этот закон нужно проголосовать. Ну чё курей-то смешить? Ещё один немаловажный момент. Если поправки относительно заболеваний куда-то и вносить, то логичнее было бы вносить их в специальный закон о заболеваниях. Вот он, 52-й ФЗН. Называется о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Целый закон есть, который посвящён вирусам, эпидемиям и так далее. Нет, Дума вносит поправки бог знает куда. Нашли что-то примерно подходящее, втихаря засунули туда то, что было удобно. Всё, слава нам! Этак мы куда придём-то? Завтра ты, например, проедешь на мигающие зелёные, а тебя осудят за участие в незаконном митинге, потому что окажется, что депутаты внесли соответствующую поправку в ПДД. О каком вообще правовом государстве можно говорить, если одна из ветвей власти нарушает законодательство, по сути, на охотном ряду аферу, повторюсь, провернули, преступление совершили, подделали документ, если хотите, и никто за это не понесёт ответственности. Как тебе такое, Илон Маск? Ну и чтобы не на грустной ноте, а вы в курсе, что 2019 год стал рекордсменом по числу уголовных дел в отношении взяточников. Всего за коррупцию осудили почти 5,5 тысяч человек, 3 тысячи дел по крупным и особо крупным взяткам, то есть сумма которых превышает 150 тысяч рублей. Большинство осуждённых – сотрудники правоохранительных органов и госслужащие. Прикиньте, в чём мы рекордсмены-то? Это вот так нам есть чем похвастаться, да? Государство объявило войну коррупции, на следующий день коррупция попросила в два раза больше. Помните такой анекдот? Лет 15 назад модным был. Это ж как власти с паразитами. Борются, что паразитов всё больше и больше становится. Если бы этот процесс был эффективным, то, напротив, число жуликов и воров уменьшалось бы, а тут... При этом в казне нет ни на что денег, ну, кроме плитки в Москве. Но как ни послушаешь пропагандистов из ящика, мы верной дорогой идём, товарищи. Кругом враньё, воровство, кидалово процветает. Нормально так с колен поднялись после 90-х? Ладно. Это уже совсем другая история, а это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе больше серий этого сериала. Подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...